Прием граждан по поручению президента России сегодня провел полномочный представитель главы государства в ЮФО Владимир Устинов в режиме видеоконференции. Собрал губернаторов субъектов Южного федерального округа. На вопросы жителей Кубани ответил глава региона Вениамин Кондратьев. В списке заявителей Валентина Руссу из Краснодара к полпреду она обратилась с просьбой благоустроить сквер студенческий. Любимое место отдыха жителей близ лежащих домов, этот старый уже сквер, его давно не ремонтировали, он стал ветшать. И вот у меня была такая просьба, я думала, что меня поддержали бы все население близ лежащих домов, чтобы его провели реконструкцию этого сквера. Убрали старые деревья, высадили новые, новые кустарники, сделали красивые аллеи. Губернатор рассказал, что на участке уже начались работы. Один из старейших скверов кубанской столицы заметно преобразится. Там появятся новые тротуары, детские и спортивные площадки. Зеленую зону приведут в порядок уже до конца этого года. По мнению главы региона, нужно максимально отдавать приоритет в благоустройстве таким общественным территориям. Для нас важно, что практически около 2 миллиардов рублей мы в этом году, только в этом году предусмотрели на дворовые и общественные территории. Около 102 и дворов, и общественных территорий будет благоустроены. Но я бы хотел здесь заручиться вашей поддержкой. Вот есть дворы, а есть парки и скверы. Вот может быть лучше пойти по пути того, чтобы мы благоустраивали в первую очередь парки и скверы, то, что будет максимально принадлежать с точки зрения отдыха большинству жителей того или иного микрорайона, а не делать отдельные дворы. Это нужно, но выиграют только жильцы дворов. А если мы все-таки приоритет отдадим паркам-скверам, то выигрывать будут жители микрорайона, улицы. Виктор Иванович, вы абсолютно правы, я вас поддерживаю в этом вопросе, но и не забывайте все-таки и дворы. Благоустройством дворов почему-то сами жители этих дворов не занимаются. Если мы хотим, чтобы у нас во дворе было хорошо, и инициативная группа начала что-то делать, тогда надо помогать. Вот здесь надо подталкивать и помогать в первую очередь тем, о ком вы говорите во дворах, которые уже начали, которые уже взяли на себя, ведь что такое свой труд? Он же потом берется лучше будет, чем кто-то придет и сделает со стороны. Программа формирования комфортной городской среды реализуется в крае с 2017 года. За это время на Кубани преобразились сотни дворов и десятки общественных территорий.